вчера когда я причастилась в четверг и вышла из церкви и там была моя знакомая ирина и вообще мы не виделись наверно недели три и я и я сказала представляешь за три недели вот ну 24 мая мне же отец сообщил что моя сестра единственная выжившая по его части вот он говорит что она мне не сестра и ира такая но у тебя вообще на санта-барбара каждый раз когда ты вот говоришь что-то и она говорит в моей голове как вот ну как сотрясение какое-то ну вот но санта-барбара отдых а так вот эту фразу санта-барбара санта-барбара я очень часто слышала во первых я очень любил этот сериал в молодости я смотрела все серии и когда мне где-то с 25 лет вышли книги много книг санта-барбары и я их всех прочла мэйсон был мой любимый герой там и в общем чему я говорю фильм если вы смотрели там пальмочки очень семейства и вот очень многие приходят вот эти вот соуп-оперы эти мыльные оперы говорят что вот там рабыни и заурой или санта-барбара отдыхают вот вот эти вот сравнения так вот санта санта вообще на испанском святая а барбара и барбара вот английские вот бы это же английская но это русская вы таких говорится варвара в общем я вчера пришла домой думаю почему же она говорит вот санта-барбара и и мы все говорим духами в общем я нашла кто это это святая варвара я открыла эту книгу у меня по иконам святыни вашей семьи она единственная вот я вспомнила она единственная на иконах изображила изображена с чашей чашей святого причастия вот евхаристию вообще только священники мужчины проводят а вот на иконах святая варвара она единственная и действительно этот город рядом с лос-анджелесом в калифорнии санта-барбара и вот такая вот там путаница вот это вот придумали вообще этот город в честь святой варвары и я открыла вчера кто же это выберу потому что в прошлом году я молилась за нерожденных младенцев а там просятся вот эти вот все молитвы в прошлом году я оставила много видео об этом именно вот если просмотреть год назад и там святая велика мучиться варвара вот и она не бросится что приобщи моего младенца то есть я как бы предоставляю мою утробу за вот тех вот убиенных младенцев в очреве нерожденных и я молилась вот именно этих вот вот сколько раз я молилась и и имена и еще там иван креститель просятся тоже ведь он креститель он же не покрещен он крестил иисуса христа но он не был крещен так вот я хочу вам прочесть о житии этой это святой икону великомученцы варвары во первых она умерла в 306 году гонения прекратились буквально вот там уже через 60 лет есть в венеции великому нет великомученице варвары когда я рассказывала про кольца и одно кольцо я хотела купить в общем я там покупала с этими вот изумрудами остапасами сапфирами и одно из колец было с красным зеленым и синим камнем и я вот смотрела на картинку и думала не знаю так вот я еще вот в общем жалею что я то кольцо не купила но вот продают это кольцо и говорят ну на сайтах как бы это не оберег вот если вы просто носите это кольцо воспоминания воспоминания потому что говорится о венце о венце святой варвары и там четыре камня там агат там красный зеленый и синий камень и и красный это кажется агат вот но я вам прочту за эту изумительную святую по преданию то есть вы поняли что это если 206 год это святой албан который у нас деревня рядом у нас сша на только святой албан он в англии а это в честь него этот город назад но сша здесь очень многие посвященные святым и я просто начинаю делать исследования и рассказывать людям посвящать потому что они тут живут и не задумываясь честь кого у них названы города кто покровители этих городов вот так вот барбара барбара варвара это она же варвара и по-настоящему она жила вот она умерла ей отец родной отец отрубил отцу голову вы помните что во вторник и она крестителю отрубили голову святой варваре а я вот до вчерашнего не помнила что святой варваре отрубили голову я говорила что во вторник вот у меня муж родился стивен у меня сын родился старший артур у меня внук родился первый матфей дочкой но валюша родилась тоже во вторник и во вторник отрубили голову и она крестителю еще апостолу павла отрубили голову а я павлова в девичестве а мой сын старший его первая фамилия по документам павлов а отчество иванович хотя его биологический отец геннадий и он крестителю и по преданию во времена нечестивого римского императора максиме она еще гонения были на все христиан велиополе к северу от палестины кстати ее мощь охраняться в биробиджане на сейчас насколько я вот запомнила сегодня прочла семье богатого и знаменитого чиновника диаскора по вероисповеданию язычника росла единственная дочь варвара с возрастом она стала очень красивая чтобы скрыть ее красоту от посторонних глаз ее отец велел выстроить высокую башню устроить там великолепные палаты и поселил там варвару он представил к ней надежных воспитательниц и служанок которые обучали ее различным наукам и стали в языческом вероисповедании у варвары зародилось сомнение относительно того как боги сделанные руками человека могли устроить небо и звезды землю и солнцу утвердить разумное развитие всего что окружало ее только единый бог мог создать все эти все это размышляла она бог имеющий собственное бытие который все содержит всему дает жизнь и обо всем промышляет случилось и узнать от своих подруг тайны христианок о христе а его неизреченном божестве а воплощение его от речистой девы марии о его вольном страдании воскресенье а также о будущем суде и о вечном учении и до лопоклонников слушая то варвара ощущала сладость сердце пламенела любовью ко христу и желала принять крещение воспользовавшись отъездом отца по ее горячему желанию варвару крестили и она еще больше любовью воспылала к богу день и ночь в посте служила господу своему ему же он невестилась дав обед сохранить непорочность и свое девство по приказу диаскора строители возводили купальню баню в которой намеревали сделать два окна два окна по языческому подобию олицетворявшие луну и солнце варвара изменила их замысел и повелела построить три окна по образу единой пресвятой троицы отца и сына и святаго духа и начертать на мраморе христианский крест символ поклонения господу иисусу христу по возвращении диаскор узнав истину помышлений своей дочери пришел страшную и ярость забыв любовь к дочери он извлек свой меч и хотел пронзить нью но она обратилась бегство убегают руки и меча своего отца мучителя святая просила помощь у своего единственного защитника иисуса христа господь услышал ее молитвы и повелел горе расступиться и скрыть ее я скоро обошел гору и после долгих поисков нашел дочь в пещере долго бил ее топтал ногами и схватив за волосы поволок своему дому мучимая голодами жаждой варвара была заперта в темной хижине затем диаскор привел варвару к правителю отрекся от нее и отдал на страшные мучения правитель попытался уговорить святую но варвара обличила его в видолопоклонническом нечестии и безбоязненно исповедовала христа разгневанный ее словами правитель приказал обнажить ее девичье тело и сильно бить воловьями жилами пока земля не обогрелась кровью совсем истерзанную святую варвару бросили в темницу и вот ночью святой явился сам господь исцелил ее и с любовью сказал дерзай невеста моя не бойся ибо я с тобою утром святая рассказала что господь исцелил ее чем привел в ярость он приказал повесить варвару на дереве строгать ее тело железными когтями бить по голове молотком варвара на деле на деле виде мужественные страдания святой народ стал рапцать на жестокого мучителя а девица иулия они объявила себя христианкой за что была повешена и мучима вместе со святой варвары повелел обрезать у обоих сосцы мучитель усилил их и до того невыносимые страдания после таких мужчин и правитель велел водить святых варвару и ульяне для большего посрамления ногами по городу с издевательствами и побоями диаскор жестокий отец варвары не только не скорбел осадейно но выхватив свой меч сам повел дочь к месту казни святая мученица склонила подмечь свою голову и была усечена руками своего немилосердного отца изверга видите отец бывает извергом святую и ульянею обезглавил воин тотчас по совершению казни диаскора и правителя мартиана вау мартиана мартиана я мартель внезапно постигла божья кара оба были убиты грозою от села их превратились в пепел взяв честные мощи святых мучениц христиане похоронили их с честью устроили над ними церковь настоящее время мощи святой мученицы варвары почивают по а во владимирском соборе в киеве а что же там биробиджане вот если даст бог буду в киеве обязательно поеду владимирский собор в киеве память святой великомученицы варвары и святой мученицы и ульяне моя сестра папе и у и улья вообще она юлия но я она юлия и там отец говорит что она мне не сестра но я же не знаю вот тут 17 4 декабря в день их представления и есть молитва оба судеба говорю тебя благодарю тебя за все потому что все иконы нету ни одной женщины на иконе которая держит чашу святую святого причастия только святая варвара вот так вот санта барбара